В Черкесске в течение одного дня произошли две аварии, в которых один человек погиб, еще один пострадал и находится под присмотром медиков. В последнее время мы не раз рассказывали о новых происшествиях на проезжей части. Поэтому неудивительно, что начиная с сегодняшнего дня в течение ближайших 30 дней в республике будет проходить месяц безопасного дорожного движения. Подробнее Артур Мкцы. Улица Шоссейная в районе пересечения с Подгорной. Глядя на предоставленные автоинспекторами Черкеска кадры, неудивительно, что место носит статус одного из очагов аварийности. На данном участке это далеко не первый подобный случай, когда один из автомобилистов игнорирует правила. Автомашина ВАЗ-21099 допустила столкновение с автомашиной КАМАЗ. В результате чего водитель был доставлен к ОЧРБ и с переволом двух ребер и тазовой кости госпитализирован в травматологическое отделение. Вечером того же дня на улице Октябрьской произошла еще одна авария. Лада Гранта двигалась, судя по дальнейшему развитию событий, на большой скорости в сторону улицы Доватора. В какой-то момент водитель начал тормозить, однако легковушку повело влево на разделительный барьер, тросы которого отбросили транспортное средство к правой обочине на ограждение. Из салона, разбив заднее стекло, вылетел пассажир. Мужчина скончался на месте до приезда медиков. В последние недели в Карачао-Черкесии зафиксированы несколько аварий, в результате которых погибли люди. В большинстве случаев причиной ДТП становились невнимательность на проезжей части, несоблюдение правил одним или несколькими участниками дорожного движения. С 14 ноября на территории республики начались профилактические мероприятия. В ходе данного мероприятия сотрудники ДПС и ОГИБДД по городу Черкесску будут проводиться мероприятия, направленные на безопасность дорожного движения. То есть беседы в школах, беседы с преподавательскими коллективами, будут проводиться родительские собрания. Наряды будут приближены к очагам аварийности. Стражи порядка напоминают водителям и пешеходам, что правила дорожного движения – это не развлекательное чтиво, которое написано, чтобы убить время. От их неукоснительного исполнения во многом зависят жизни и здоровье каждого, кто находится на проезжей части. Артур Махцелебастанов, Вести, Карачао, Черкесия.